Гюрджан Каскад. Цанка Цацхамема Туцун. Мерок Тіне. Что скажете? Неожиданный поворот. В гонку вступила Камала Харрис и даже обошла в первом общественном опросе, после того, как Байден снял свою кандидатуру, обошла в опросе Трампа. Ну, во-первых, я думаю, что все это нужно освещать с той точки зрения, как это отразится на нашей внутренней ситуации. То есть, говоря внутренне, я имею в виду не только то, что троится внутри Армении, но и вокруг Армении. Я всегда говорил, что вот те процессы, которые сейчас происходят вокруг Армении, очень сильно зависят от двух войн. Это русско-украинская война, которая по-большому противостоянна между Россией и Западом. И вторая война, это война, которую можно назвать войной между Израилем и Хамасом. Но, конечно, это более широкое противостояние между Ираном, между Израилем и Ираном. И там маячат призраки других стран, которые могут быть втянуты в войну. И обе эти войны имеют огромное значение для нас. И от их развития, от их исхода зависит, куда мы подоградуемся. Вот. Вот с этой точки зрения нужно понять, а что предлагает Трамп, и что предлагает теперь уже Харрис. Вы знаете, вообще, что предлагает Харрис, это большой вопрос, потому что Камала Харрис вообще не отличается, скажем так, очень интеллектуальным подходом и взглядом на вопросы национальной безопасности. У него, правда, есть советник по национальной безопасности Фил Гордон, который в данный момент выполняет вот эти функции просвещения Хамала Харрис по вопросу национальной безопасности. И теперь уже все спекулируют, что в случае победы Камалы Харрис, она уберет всех сегодняшних руководителей. То есть вся эта команда будет подвергнута обновлению. Ну, собственно, это и следовало ожидать. А это хорошо или плохо? Вы знаете, в данный момент вопрос даже не в том, это хорошо или плохо. В данный момент вопрос в том, что складывается беспрезидентная ситуация, когда за шесть месяцев до выборов, вернее, не до выборов, а до того момента, когда власть будет вручена новому президенту. За шесть месяцев до такого явления происходит вот такая ситуация, когда большая неопределенность, кто придет к кормилу, так сказать, власти. И при этом старая, то есть как бы действующая администрация, она уже не в состоянии принимать серьезных решений. До сны никто ей не считается, потому что все уже думают о будущих своих партнеров. Например, факт, сегодня украинцы позвонили уже, они не говорят с Блинкеном или с Альваном, они уже говорят с Сивом Гордоном. То есть и с Трампом, между прочим. Да. То есть уже за шесть месяцев до официальной передачи власти новому президенту, эта команда практически потеряла контроль над внешней политикой. Реальный контроль. С ними, как я опять же сказал, внешние игроки не будут считаться. Да и сам президент Байден находится в подвешенном состоянии, которое более известно в американском политическом жаргоне, как синдром хромой утки, lame duck, как они говорят. Это вот именно такая ситуация, когда уже со старым президентом никто не считается. Это беспрецедентная ситуация, потому что обычно такие ситуации длятся не более двух месяцев. Когда на смену старой действующей администрации приходит новая администрация. Так произошло в шестнадцатом году, когда Обаму сменял Трамп. Там два месяца был такой опять же неопределенный хаос немножко. Тоже произошло в двадцатом году, когда Трампа сменял Байден. И между прочим, это именно те периоды, когда внешние игроки пользуются определенным ослаблением контроля президентской администрации Америки над происходящими процессами его внешней политики. Но сегодня, опять же, я говорю, это продлится шесть месяцев. Это, конечно, вызвано тем, что, как выяснилось, долго скрывали, что у Байдена проблемы. Теперь это все выяснилось и выяснилось в самом неприглядном свете для демократов. Покушение на Трампа активизировало все процессы? Нет, процессы были активизированы уже первым дебатом. На самом деле, вот первый дебат, это уже было землетрясение. То есть после первого дебата все поняли, что они выбирают между каким бы вы его ни назвали, ненавидя его, любя его, но все-таки живым человеком и полуживым человеком. И такой выбор всегда в пользу живых все-таки. И демократы попали в такую ситуацию, когда они четыре года готовились к одному сценарию, выяснилось, что этот сценарий провалился. И им надо было в попыхах решать вопрос о новом плане. Скажу вам прямо, Камала Харрис, я уже об этом сказал, не отличается особым знанием международных проблем, внешней политики и вообще, честно говоря, большим интеллектом. Все знают, это все высмеивается в американской среде. Вот кроме самых известных мемов, когда она говорит совершенно, скажем так, не поддающиеся распознанию с точки зрения логики фразы, недавний случай уже к внешней политике относящийся, когда она приехала еще перед войной в Украине, и она приехала в Польшу на этот, или нет, не в Польшу, в Мюхен, а в самой безопасности. И там, нет, все-таки это было в Польше. В Польше, когда она давала совместную конференцию с президентом Дудой, она на вопрос о том, собираются ли, собираются ли американцы размещать украинских беженцев в Америке, и она практически просто растерялась и передала, и вызвала, даже прямо сказала, что она обращается к помощи друга к польскому президенту, который, собственно говоря, и ответил на этот вопрос. То есть она даже не представляла, о чем идет речь. Это, вы знаете, если мы сравниваем Байдена с Камалой Харрис, Байден все-таки, он представитель старого поколения политиков, которые, это было серьезное поколение, они разбирались во внешней политике, во внутренней. Они имели какие-то базовые политические знания, базовые политические инстинкты, касающиеся и, собственно говоря, внутренней политики в США, и внешней политики. У Камала Харрис ничего такого нет, она, можно сказать, практически... И вообще почему в политику вот так, на такую должность выдвинули? Потому что Байдену нужно было, скажем так, диверсификация, и он просто объявил, что он выберет женщину в качестве вице-президента. А еще если преподать, что это черная женщина, то тогда можно было сказать, что диверсификация обеспечена, и это имело бы большой предвыборный успех. Так оно и произошло. То есть сам факт, что вот такая диверсифицированная женщина, выбранная вице-президентом, уже придал какую-то популярность большую вот тому по-американски бид, вот это вот амбиции Байдена на президентство. Вот это произошло, а теперь она уже... То, что сейчас демократы объединились вокруг Калмала Харриса, это не что иное, как знак отчаяния. Им просто больше нечего делать, у них нет выхода. Они не могут себе позволить за такой короткий период до выборов пойти на соревновательную систему, снова проводить праймериз или что-то там попытаться устроить, хотя бы на съезде демократов. Они понимают, что это будет иметь очень плохой эффект, это будет вызывать раздоры внутри партии, и это, в общем-то, сильно снизит все шансы на возможность противостоять Трампу. Вот поэтому, значит, они сплотились вокруг Калмала Харриса, которая, собственно говоря, сегодня с точки зрения так фундаментальных политических знаний, политических инстинктов, как я уже сказал, или возможностей управлять, совершенно ничем не выделяется. Давайте мягко это скажем. Но, с другой стороны, она шоу-вумен, которая... А сегодня мы знаем, сегодня у нас время шоуменов. То есть сегодня можно добиваться большой популярности не своими политическими знаниями, опытами или способностью управлять, а, предположим, умением удачно станцевать где-то или рассмеяться. Но Трамп тоже в этом преуспевает? Ну, Трамп, кроме этого, все-таки имеет какие-то политические инстинкты и какую-то, я бы сказал, даже идеологию. То есть он... А вы не считаете, что помимо способностей к шоу, сегодня время таких политиков, как Камала Харри, с теми эпитетами, которыми вы ее наградили? Ну, я об этом и сказал, что сегодня время таких политиков. У нас тоже такой политик Никол Пашинян, который не умеет управлять, который проваливает любое дело. Но зато... И, кстати, у него и нет политического курса. То есть это человек, который на себя ответственность не берет. Он выбирает то, что, по его мнению, приведет как можно больше лайков в Фейсбуке. Вот это такая политика, это такой инстинкт. Игра на толпу, игра вот на Люмбен, на самые низменные инстинкты толпы. Она успешна? У кого? Ну, у тех, кто проводит такую позицию. Ну, это, между прочим, сегодня главнейшая причина того политического кризиса, который мы видим. Вот это... Понимаете, вот эти социальные сети, они произвели революцию в демократическом процессе. Если раньше были институты, авторитетные институты в виде партий традиционных, в виде самых главных там средств массовой информации, таких как, предположим, New York Times, Washington Post и так далее, и так далее, или Le Monde, или так... Когда в виде церкви, в виде профсоюзов и так далее, сегодня это все разрушено. Сегодня, благодаря социальным сетям, любая группа людей, любого интеллектуального уровня и любого опыта, может претендовать на то, что она диктует свое мнение обществу. И в этой среде, да, мы видим, что к власти везде приходят политики, которые больше понимают в шоу-бизнесе, в том, как сделать себя, как подать себя популярно, нежели в управлении или там в каких-то знаниях политических. И то, что сегодня мы имеем в мире, это результат, в том числе, вот этой революции в демократическом процессе. Но я могу сказать, что это подводит нас к первой теме. Мы же сейчас должны прекрасно осознать, мы движемся к третьей мировой войне. Эскалация, которая сегодня происходит, она просто ужасна. И не находятся политиков, которые способны это осознать. Потому что, опять же, я говорю, люди больше мчатся за своим, так сказать, авторитетом в социальных сетях и не думают о том, а, собственно, куда мы идем. И иногда возникает ощущение, что вот эта доктрина взаимного ядерного уничтожения, которая, в принципе, во время Карибского кризиса в 1961 году остановила Соединенные Штаты и Советский Союз от эскалации в ядерную войну, сегодня она что-то не очень срабатывает. Но вот есть мнение, что Трамп относится к тем, к сторонникам остановить войны, а Харрис наоборот. Ну вот, поэтому вот возвращаясь к теме, с которой мы начали, потом мы от нее немножко отвлеклись. Две войны, которые для нас важны. В русско-украинской войне Трамп обещает ее прекратить, как только он придет к власти. Если это действительно так, если... И мы сегодня видим, что есть усталость от войны, в Украине уже растут там голоса за то, что вот давайте все-таки пойдем на какой-то компромисс. И действительно, если Трамп будет проводить эту политику, он может поставить вопрос перед Украиной, что вот, ребята, пока вы более-менее сильны, и пока мы вас снабжаем, давайте идите на компромиссы. А если вы будете бескомпромиссно продолжать эту войну, во-первых, вам самим плохо уже, у вас и демографический кризис, и экономика ломается и так далее. И во-вторых, Запад и в том числе Соединенные Штаты уже не будут, не собираются брать бремя этой войны и нести его через годы, особенно понимая, что это уже начинает вредить и самому Западу. Но они могут прекратить поставки вооружения? Ну вот, это вот самый их главный аргумент. И... То есть, в принципе, это возможно. Я не знаю, Трамп будет это делать или нет. Я больше склонен к тому, что он будет это делать, потому что это не тот Трамп, который был избран в 2016 году. Когда в 2016 году Трамп победил как, скажем так, выходец из народа в том смысле, что он противостоял истеблишменту. И он был там чужаком. Республиканская партия не контролировалась им полностью. И там он шел на большие компромиссы. Например, он взялся при вице-президента Пенса, который там представлял евангелистов и более традиционных республиканцев. Он шел на всякие компромиссы. И я бы не сказал, что он делал все, что он хотел в политике. Сегодня он продемонстрировал, что он имеет уже под абсолютно полным контролем республиканскую партию. Там он изгнал династию Бушев, Чейни. Там Лиза Чейни была последним из этих магикан. Их всех убрали оттуда. И они полностью контролируют Райана и всяких. Сейчас он полностью... Это полностью трампистская партия. В России его называют непредсказуемым политиком, тем не менее. Нет, я бы не сказал, что это непредсказуемое. Но он сегодня будет более действенным, чем в 2016 году. Он поставил вице-президента Джей Ди Венса, который буквально в некотором смысле копия трампизма. То есть он даже более радикальный. Он человек, который единственный и всегда голосовал против украинской помощи. И принципиальный сторонник того, что нужно заканчивать эту войну. Это означает... Все эти факты означают, что Трамп полностью контролирует ситуацию в республиканской партии. И когда он придет к власти, ему уже не надо будет идти на какие-то компромиссы с так называемым дип-стейтом или с какими-то неоконсерваторами в республиканской партии. Он будет действовать гораздо более свободно. По вашему прогнозу, кто придет к власти, на ваш взгляд? У кого больше шансов? Ну, вы знаете, после вот этих дебатов и после покушения, о котором вы сказали, уже практически всем было очевидно, что Трамп приходит к власти. Единственный вопрос был в том, ему дадут, так сказать, живым добраться до этого дела или не дадут? Ну, даже вот срыв покушения, он сделал более маловероятным возможность повторных каких-то этих покушений на его жизнь. И тут, тут составился вот этот съезд республиканской партии, который продемонстрировал полное превосходство республиканской партии над демократическим лагерем, который был раздираем вот этими раздорами, плюс еще и полная деморализация из-за состояния Байдена. Теперь вот эту деморализацию как-то пытаются преодолеть. Есть один хороший индикатор, если вы хотите понять, что происходит. Обращайтесь в индустрию ставок. Это серьезная индустрия в Америке. Там люди ставят миллионы, если не миллиарды на то, кто окажется президентом Соединенных Штатов или вообще на любые политические события. По этим событиям Трамп вышел на уровень 71 процента. То есть это так называемая предполагаемая вероятность при приеме ставок. Он вышел на уровень 71 процента. Сейчас правда спустился немножко до 66. То есть у Камалы Харрис был такой успешный вход в политику. И скачок она с 29 поднялась до 34 сейчас. Вот в индикаторах предполагаемой вероятности в индустрии ставок. Но это довольно важный показатель, потому что этот показатель демонстрирует полностью срез нынешнего состояния убеждений или убежденности в том, кто выиграет. Вот эти люди размышляют, они смотрят опросы, они смотрят разные события и так далее, и так далее. Это довольно серьезный и точный показатель вот нынешнего настроения. Теперь удастся ли Камале Харрис или демократам преодолеть эту ситуацию? В принципе, это должно считаться невозможным, потому что когда оппозиция выходит к выборам за сколько там дней, за сто, по-моему, сто с чем-то дней, она выходит с такими показателями, это уже невозможно победить. Но, понимаете, американская демократия, это все-таки, и в этом ее вся прелесть, это непредсказуемая вещь, всегда может что-то произойти, какие-то новые события, какие-то новые технологии выборные и так далее, и так далее. То есть в данный момент, если бы я был вынужден сделать ставку, я такими вещами не балуюсь, но если бы меня заставили сделать ставку, я бы сделал ставку на Трампа. Но я не исключаю, что все-таки могут произойти какие-то удивительные события. Для Армении и Трампа. Понимаете, в чем вообще-то важный вопрос? Это вообще разговор для особого нового разговора. Соединенные Штаты — это единственная страна, в которой основное этническое ядро, которое как бы управляет и цементирует страну, оно сегодня постепенно уходит от своего вот этого показателя большинства. То есть, если, предположим, во Франции такие истинные французы, да, не прежние французы, а вот истинные французы, вот типа Люки, Жаки и так далее, составляют 80%, а меньшинство все вместе всего лишь 20%. То же самое в России, русские 80%, там, меньшинство 20%, все остальные. То же самое в Англии творится, в Германии и так далее. В Соединенных Штатах этот показатель уже колебается очень близко к 50%. И вот впервые в Соединенных Штатах случилось то, что одна партия республиканская, она больше как бы ориентируется на вот это ядро, а вторая партия, она больше ориентируется на все меньшинства — национальные, религиозные, там, сексуальные и так далее, и так далее. Это уникальная ситуация. И поэтому в такой ситуации что-то загадывать, одно совершенно очевидно — это эта ситуация приводит к тому, что политическая система, в политической системе Америки начинают действовать очень сильные центробежные силы, которые, в принципе, могут взорвать ситуацию. И недаром, вот я в BBC ЧТО, было опубликовано одно исследование одного ученого, политолога, специалиста по гражданским войнам, который изучил все гражданские войны в истории и определил, предположим, что-то около 70 показателей, по которым можно судить о близости данного общества к гражданской войне или далекости от этой войны. И вот по этим всем показателям выясняется, что Соединенные Штаты очень близки к гражданской войне. В общем, ситуация беспрецедентная, новая. Происходят какие-то очень сильные сдвиги. ИТ-сектор, мощные его руководители переходят на сторону Трампа, чего раньше не было. Они всегда были на стороне демократов. Сейчас какой-то обратный процесс пошел. Ливон, а Армении выгоднее Трамп, судя по всему, что вы сказали? Для наших интересов. Вы знаете, я не могу дать однозначный вопрос. Если, предположим, он остановит украинскую войну, это будет очень хорошо. Потому что для нас эта конфронтация между Западом и Россией, она противоречит нашим интересам. Потому что мы, на самом деле, зависим и от России, и от Запада. У нас есть интересы и в России, или даже более общим образом. У нас есть интересы и на Востоке, и на Севере-Востоке, и на Западе. Мы не можем отвергнуть Запад и стать сателлитом Севера или Востока. Потому что это приведет к огромным перегрузкам для нашей финансовой системы. И вообще отдалить нас от демократического мира, что для нас тоже очень важно. Не впасть в такую ситуацию. С другой стороны, то, что сегодняшняя власть делает, это практически заморозка отношений с Россией. Я бы сказал, даже враждебность какая-то в отношениях с Россией. И полная ставка на Европу и Америку. Это другая крайность, которая тоже для нас опасна. И понимаете, что когда есть такое огромное противостояние, конфронтация практически глобальная, еще пока не очень теплая, пока еще немножко холодная, но третья мировая война как бы идет. В такой ситуации становиться, выбирать какой-то лагерь, это очень опасно. Потому что другой лагерь становится к тебе враждебным. И они на тебя воздействуют. Гораздо более правильная политика, о чем мы всегда говорили и предлагали, это то, что ты должен стараться по всем векторам работать и пытаться со всеми иметь хорошие отношения, со всеми пытаться иметь какую-то структуру взаимодействия. Вот этого наше правительство не делает. И это очень опасно. А когда конфронтация разрастается, это становится все более опасно. То есть, если Трамп исправит эту ситуацию, это будет огромное облегчение для Армении, потому что позволит больше маневрировать, легче маневрировать и уровень вот этой конфронтационной опасности, а также опасность превращения Армении в такой, как это называется, полигон для войны между Западом и Россией, вот эта опасность будет сильно снижена. Но теперь есть еще и другой аспект. Ну а как он будет действовать в Израиле? Если, понимаете, там есть серьезная опасность тоже эскалации между войной уже с Хамазом, эскалации до войны с Хезболой, с Куситами, что уже имеет место. Но если это будет эскалироваться дальше, возникнет вопрос о том, что это вообще превратится в большую перестрелку между Ираном, между Израилем и Ираном, от которой Соединенные Штаты не могут оставаться в стороне. И тогда, предположим, остановили там, в Европе войну, но война будет уже развиваться на Ближнем Востоке. И это особенно опасно, опять же, для нас. А Трамп, конечно, гораздо более произраильский, чем Байден. Хотя я бы не искал особую разницу между американскими политиками в израильском вопросе. Они все произраильские. То есть, прочтите книгу Мельшайвера про израильское лобби и американскую внешнюю политику, чтобы понять, что, в принципе, Израиль контролирует полностью внешнюю политику Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. И поэтому это тоже опасно. То есть, однозначно говорить, что произойдет, трудно. Но есть одна маленькая надежда, которая мне все-таки позволяет надеяться на то, что вот это развитие будет положительным для Армении. Это в том, что, в принципе, у Трампа философия и даже, так сказать, бахвальство тем, что он никогда не входит в войну. Он себя считает единственным американским президентом, который не начал ни одной войны, а только заканчивал войной. И это, в принципе, он об этом говорит. Он говорит о том, что мы слишком уж ходим войны, внешние конфликты, пытаемся навязать каким-то странам свое устройство, то, что называется nation building, то есть строительство нации, между тем, как нам надо меньше заниматься вмешательством во внутренние дела других стран, и вообще во всякие конфликты за рубежом, и больше сосредотачиваться на собственной стране, на ее инфраструктуре, на ее развитии и так далее. То есть это у него философия. Если он будет придерживаться этой философии в том смысле, что будет воздерживаться от серьезных силовых вмешательств в конфликтные точки в разных странах, это, я думаю, будет способствовать снижению напряженности во всем мире и в том числе в нашем регионе. Лево, наш последний вопрос. Переместимся в нашу страну. Как вы считаете, сегодня вот та борьба, которая ведется внутри страны, она связана с изменением внешнего вектора, или она как бы больше касается сохранения национальной идентичности нашего прошлого, истории, которая сегодня, в общем-то, можно сказать, подвергается? Нет. Нам пытаются так преподать, так как бы маркетировать, что якобы мы выбираем путь на Запад, на демократические ценности, интеграцию с Западом. Ничего подобного не происходит. Произошла огромная, огромный провал, огромная ошибка, стратегическая ошибка, которая заключалась в том, что с какого-то момента Никол Пашинян, то есть он сам вначале так думал, но потом немножко образумился после войны, но потом снова пошло по этой же траектории. Он посчитал, что вот Россия уже ослабла, да, невероятие там, и что нам, поскольку вот этот наш гарант безопасности, он как бы проваливает свою эту функцию гарантора, ему надо быстро уезжать на Запад и получить какие-то гарантии со стороны Запада. Он просчитался очень сильно и при этом всю Армению повел по неправильному направлению, в том смысле, что получилось, что мы худой мир, или даже плохие предложения, скажем так, да, ну, говорят, да, худой мир лучше доброй войны, да, sorry. Вот мы этот худой мир имели какой-то, этот двух коммуникаций, я имею в виду Лачинского коридора и Мегринского, как его хочешь назови, к венгеринской коммуникации, вот, мы его, мы решили, что мы оттуда выходим. Это привело к катастрофе в Карабахе, то есть Олев просто закрыл Лачинский коридор, осуществил эту свою геноцидальную этническую числу. Русские совершенно не могли этому протестовать, потому что Армения сказала, что она вообще признает Карабах в составе Азербайджана, там спора уже нет. И в итоге, и почему это делалось? Потому что у Никола Пашиняна было какое-то, было заблуждение, что Запад оценит его такие усилия, которые вышибают Россию с Кавказа, и сможет привести за уши Азербайджан к подписанию мира вот на этих условиях, что мы хотя бы сохраним территориальную целостность своей страны, полный суверенитет над международными признанными границами Армении. Этого не произошло. Запад так остался неделеспособным в этом смысле. Они попытались привести, они попытались вызвать на ковер Алиева в Гранаду, потом в Брюссель, потом в Вашингтон. Он туда не пошел. И выяснилось, что у Запада нет никаких рычагов влияния на Азербайджан. У России есть? Понимаете, Азербайджан на самом деле пользуется своим влиянием и на Россию, и на Запад. И именно поэтому у них нет рычагов воздействия. То есть и у России какие-то заграниченные возможности влияния на Азербайджан, и у Запада. А мы сделали вот этот поворот на Запад. То есть мы отрезали отношения с Россией, перешли на Запад. И выяснилось, что в таком случае мы становились еще более уязвимыми. Потому что это не привело к тому, что Запад стал горою за наши интересы. Там прислал своих десантников, прислал какие-то базы и начал отстаивать наш суверенитет. Они никогда и не стремились к этому, и никогда не заявляли, что они это будут делать. То есть выяснилось, что это была абсолютно неправильная, провальная политика. В итоге ушли от России, к Западу не пришли, а оказались один на один с Олевым. Вот это вот коротко можно подытожить, что сделал Никол Пашинян со своей политикой. И все эти теперь... Понимаете, почему это делалось? На самом деле, под этим никогда не было никакого расчета. Или, может быть, была какая-то дурацкая вера во всесилие Запада. Я не знаю, если это так, то они полные кретины там сидят у нас власти. Но я больше это связываю с тем, что они думали использовать вот эти настроения, вполне естественные антирусские настроения в армянском обществе, с целью укрепления собственных позиций. То есть если они заявляют своему обществу, что вот все зло – это Россия, вот все они пришли в сговор с турками и азербайджанцами и так далее, они пытаются нас уничтожить и так далее, а вот мы пойдем на Запад, там нам помогут и так далее, и так далее. Люди начинают в это верить. И Пашинян в их сознании становится именно тем человеком, пророком, который ведет их в правильном демократическом направлении. Но при этом люди-то не знают, что на самом деле под этой политикой никакой стратегии, никакого расчета нет. Это всего лишь пиар-акция. И выяснилось, что это пиар-акции, в общем-то, очень короткие ноги, потому что нам сначала Никол Пашинян с помпой, когда Европарламент принял это заявление о том, что он готов строить с нами отношения, если Армения решит, что она хочет становиться частью Европейского Союза, то он готов с нами изменить характер отношений. Это было всего лишь заявление Европарламента, под которым ничего особенного не было, между прочим. И вот Пашинян преподал это как великую возможность и даже обратился к политическим силам, сказав, что давайте высказывайте с каждой про то, что мы хотим в Европейский Союз или нет. Самая, понимаете, безответственность такого заявления заключается в том, что если ты у власти, ты должен первый заявить о том, что ты считаешь правильным курсом. Не только заявить об этом, но и все это обосновать стратегическими расчетами по безопасности, по экономике и так далее. Ничего этого сделано было, не было. И потом вдруг, после вот этих дебатов между Трампом и Байденом, когда стало очевидным, что Байден уходит и Трамп приходит к власти, вдруг в Николе и Пашине произошла какая-то перемена взглядов. И выясняется, что буквально через неделю после этих дебатов там на вот этом форуме по армянской демократии, он вдруг заявляет, когда его спрашивают, ну мы будем, так сказать, проводить референдум по присоединению к Европейскому Союзу, он вдруг заявляет, что да нет, в этом нет смысла, потому что есть множество вопросов, которые народ мне задает, о том, что мы будем с этого иметь, хочет ли Европейский Союз, какие ресурсы, какое то да сё, а на эти вопросы у меня нет ответа. То есть человек сам признался, что он даже не пытался подойти к разрешению этих вопросов. Это была авантюрная ставка ещё раз на Фейсбук. То есть когда ты говоришь, ты взваливаешь ответственность, почему он всё время проваливается и всё равно остаётся руководителем этого государства? Это же большой вопрос, да? Очень просто. Он никогда не берёт эту ответственность на себя. Он всегда доказывает, что любой курс, любое решение было принято народом, обществом. Он всего лишь следовал ему. А если народ принял неправильное решение, так в чём же он виноват? Он же всего лишь модератор. Понимаете? То же самое произошло с этим Европейским Союзом. То же самое, тот же подход, тот же вот этот фейсбуковский подход, основанный на лайках в социальных сетях. Но если американцы могут себе такое позволить, правда, если это всё не выродится в Третью мировую войну, не приведут в Третью мировую войну, там большой катастрофы случиться не может, то для такого маленького государства, окружённого враждебными государствами, как Армения, вот такой авантюристический, безответственный подход к решению задач государственного управления, это, извините меня, прямой путь, рецепт катастрофы. Вот теперь, а какие у нас могут быть надежды? Кратце, на этот вопрос я уже отвечу. Я считаю, что с точки зрения мультиполитических событий и развития, единственное спасение для нас может быть создание рациональной политической прагматической силы, которая бросит перчатку Николу Пашиняну и сможет его преодолеть именно на поле вот этой политики, скажем так, миролюбивого прагматизма или реализма, которую он пытается играть, но в которую он не верит, и вообще это не так делается. Понимаете, когда ты хочешь… Это ещё древний римм, они говорили, да? Севиспатсис Парабелл. Если хочешь мира, вооружайся. То есть, если ты стремишься к миру, что очень хорошо само по себе, ты должен закладывать основы этого мира, чего он не делает. То, что он выдвигает в качестве политики вот этого миролюбивого реализма – это профанация, это обман народа, опиум для народа. Вообще всё, что он предлагает – это опиум для народа, как мы уже видели на протяжении шести лет. И, к сожалению, это работает. Опиум всегда работает, потому что люди попадают под его воздействие и теряют связь с реальностью. Вот Никол Пашня – человек, который сегодня использует политический опиум и вводит собственный народ в состояние, как скажем, аддикт, как это называется по-русски, как человек, который злоупотребляет наркотиками. Это он делает сегодня воординарской политики. И, к сожалению, не только он, но и практически все политические партии. Никто сегодня не хочет говорить о реальности, которая для нас во многих случаях является мрачной. Вот нам нужно создать политическую силу, которая способна это через большую общественную консолидацию, это довести до народа. И мы будем работать в этом направлении. Спасибо вам за интересную беседу. Вам спасибо. Передача по факту подошла к концу. С нами был завеститель председателя партии «Армянский национальный конгресс» Левон Зурабян. Оставайтесь с нами, смотрите нас на YouTube-канале «Пастинфо АМ». До новых встреч!